Здравствуйте! В заключительном в 2023 году выпуске новостей от Приан поговорим об изменениях, которые ждут нас с самого начала года 2024 из Греции, Турции, Черногории и подведем краткие итоги рынка зарубежной недвижимости за последние 12 месяцев. Итак, с 1 января в Греции объявляются ничтожными все сделки целиком и полностью оплаченные наличными. Казалось бы, таких покупок на практике и быть-то не может. Мы же все время говорим, что с чемоданами денег в Евросоюзе покупателям делать нечего. Но оказывается, в Ладе чуть ли не каждая восьмая покупка происходит исключительно за наличные. А еще в большом, даже неподсчитанном количестве сделок наличкой оплачивается хотя бы их часть. Цель таких хитростей понятна, это уход от налогов и особенно подобные схемы популярны в греческой глубинке. Так вот, теперь, если власти узнают, что какая-то сделка или ее часть совершалась за бумажные деньги, участники рискуют штрафом до полумиллиона евро, а также, внимание, расторжением договора. Ключевые слова здесь, конечно, если узнают. Как все будет происходить на практике, совершенно непонятно. Столь суровые ограничения наводят на мысль, что греческие власти хотят скорее напугать и таким образом добиться соблюдения закона. В любом случае, про такой риск знать важно. А в Черногории с начала 2024 года вводится прогрессивный налог при покупке недвижимости. Его ставка будет зависеть от кадастровой стоимости объекта. Сейчас, в последние дни, при покупке объектов на вторичном рынке покупатель должен заплатить дополнительно 3% от кадастровой стоимости. С 1 января такая ставка 3% будет применяться только для объектов дешевле 150 тысяч евро. Размер налога для более дорогой недвижимости на экране. Цифры на самом деле не столь уж значительные, но в любом случае, с точки зрения дополнительных затрат, выгоднее в Черногории будет покупать новостройку. Там ведь налога наоборот просто нет. И эксперты не исключают, что разрыв в ценах между новым и неновым жильем в стране будет увеличиваться. К слову, новостройки в Черногории последние месяцы дорожают и очень резко. К концу третьего квартала средняя стоимость квадратного метра превысила 1600 евро, но, что самое впечатляющее, за год она увеличилась почти на четверть. В значительной степени благодаря огромному спросу со стороны россиян, самых активных иностранных покупателей жилья в стране. О Турции буквально пара слов. С 1 января вступает в силу закон о краткосрочной аренде с общими положениями, которые всех напугали, и с деталями, которые на данный момент не знает никто. Видимо, в январе будут даны разъяснения, а в первый месяц года нас ждет некий переходный период, когда закон вроде бы действует, но проверять его соблюдение власти не будут. Во всяком случае, агентства, многие агентства, с которыми мы пообщались, пока не делают резких движений, продолжая, хоть и с некими мерами предосторожности, сдавать в аренду недвижимость своих клиентов по старым правилам. Из событий последних дней 144 тысячи зданий в Турции получили строительные паспорта. Эти документы подтверждают правильность возведения объекта с точки зрения безопасности, то есть подтверждают устойчивость к внешним воздействиям. Ну и у дома теперь есть или нет соответствующий документ, все-таки более весомая альтернатива устному заверению застройщика. И пара цифр. За год к ноябрю, по данным платформы индекса, турецкая недвижимость в лирах подорожала почти в два раза. В стабильных валютах рост цен, соответственно, на 10-15%. Средняя цена проданного объекта чуть выше 100 тысяч долларов. Число сделок сокращается, их меньше на 20-25%, чем год назад. Меньше покупают и турки, и иностранцы. На рынке вторичном уже появляются варианты по подзабытым ценам. В той же Алании можно найти предложение 1 плюс 1 или даже 2 плюс 1 дешевле 70 тысяч евро. Посмотреть варианты можно на пряне, ссылку прикрепляем. Ну и в заключении в целом о рынке зарубежной недвижимости за 23-й год. Всего одна цифра. Да, год не завершен, но за оставшиеся пару дней уже вряд ли что-то изменится. Так вот, в уходящем году мы, я говорю о покупателях зарубежной недвижимости, говорящих по-русски, стали интересоваться зарубежкой меньше, чем годом ранее. Но 22-й год вообще был аномальным. Так что падение в 45% не должно пугать. В первом выпуске нового года мы представим десятку самых популярных направлений у наших покупателей. На этом прощаюсь. Спасибо, что были с нами в этом году. Спасибо, что смотрите нас, что задаете вопросы, что критикуете. Пусть Новый год подарит вашему дому мир, добро, благополучие и развитие. Здоровья вам и вашим близким. С Новым годом!